В разные времена в разных странах у конструкторов начинался приступ гигантомании. Гигантомания проявлялась в различных направлениях, в том числе и в артиллерии. Например, в 1586 году в России из бронзы отлили царь-пушку. Ее габариты были внушительными, длина ствола 5340 мм, масса – 39,31 тонны, калибр – 890 мм. В 1857 году в Великобритании была построена мортира Роберта Маллета. Ее калибр составлял 914 мм, а масса – 42,67 тонны. Во Вторую мировую в Германии построили «Дору» 1350 тонны монстр калибра 807 мм. В других странах также создавались крупнокалиберные орудия, но не настолько большие. Американские конструкторы во Вторую мировую в орудийной гигантомании замечены не были, однако и они оказались, как говорится, не без греха. Американцами был создан гигантский миномет «Литл Дэвид», калибр которого составлял 914 мм. Маленький «Давид» являлся прототипом тяжелого осадного орудия, при помощи которого американские военные собирались штурмовать японские острова. Во время Второй мировой на Абердинском полигоне для испытаний отстрелом бронебойных, бетонобойных и фугасных авиационных бомб использовали крупнокалиберные орудийные стволы морской артиллерии, снятые с вооружения. Пуски испытываемых авиабомб осуществлялись с помощью сравнительно небольшого порохового заряда с запуском их на расстояние в несколько сотен ярдов. Данную систему использовали потому, что при обычном сбросе самолета часто многое зависело от способности экипажа в точности соблюдать условия испытаний и погодных условий. Попытки использовать для таких испытаний расточенные стволы 234 мм британской и 305 мм американской гаубиц с растущим калибром авиационных бомб не отвечали. В связи с этим было принято решение сконструировать и построить специальное устройство, осуществлявшее метание авиационных бомб под названием Bomb Testing Divis T1. После постройки данное устройство достаточно хорошо себя зарекомендовало и возникла идея его использования в качестве артиллерийского орудия. Ожидалось, что во время вторжения в Японию американская армия столкнется с хорошо защищенными фортификационными сооружениями и подобное оружие стало бы идеальным для разрушения укреплений бункеров. В марте 1944 года проекту модернизации дали ход. В октябре того же года орудие получило статус мортиры имя Little David. После этого начались испытательные стрельбы артиллерийскими снарядами. Мортира «Маленький Давид» имела нарезной ствол длиной 7,12 метра, 7,79 калибра, с правосторонними нарезами, крутизна нарезов 1,3. Длина ствола с учетом механизма вертикального наведения, укрепленного на его казенной части, составляла 8530 мм, вес – 40 тонн. Дальность стрельбы 1690 кг, масса взрывчатого вещества – 726,5 кг, снарядом – 8680 метров, масса полного заряда равнялась 160 кг, картузы по 18,62 кг. Начальная скорость снаряда – 381 метр в секунду. Коробчатую установку, габариты 5500 на 3360 на 3000 мм, с поворотным и подъемным механизмами заглубляли в грунт. Установка и снятие артиллерийской части осуществлялись при помощи шести гидравлических домкратов. Вертикальные углы наведения – плюс 45, плюс 65 градусов, горизонтальные – по 13 градусов в обе стороны. Гидравлический тормоз отката – концентрический, накатник отсутствовал, для возвращения ствола в исходное положение после каждого выстрела использовался насос. Полная масса орудия в сборе составляла 82,8 тонны. Заряжание – с дульного среза – раздельное картузное. Снаряд при нулевом угле возвышения подавался с помощью крана, после чего продвигался на некоторое расстояние, после этого ствол поднимался, а дальнейшее заряжание производилось под действием силы тяжести. В гнездо, выполненное в казенной части ствола, вставлялся капсуль-воспламенитель. Воронка от снаряда «Литл Дэвид» в диаметре составляла 12 метров, а ее глубина была 4 метра. Для перемещения использовались специально доработанные танковые тягачи М-26. Один тягач, имеющий двухосный прицеп, транспортировал мортиру, другой – установку. Это делало мортиру гораздо мобильнее железнодорожных пушек. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.